Полезно рассмотреть синтаксис, построение предложения. Вот, смотрим. Has been in use since the 17th century. Вот пять ответов, и все ответили правильно. Так. Has been in use since the 17th century. Вот эта часть предложения, начиная от has been, заканчивая century, к чему она относится? Как думаете? Она относится к analytical geometry. Analytical geometry has been in use since the 17th century. А вот это все, вот эта часть предложения, начиная с in which, заканчивая geometric objects, которая с двух сторон отделена запятыми, видите? Первая запятая, вторая, с двух сторон. Эта часть предложения выделена запятыми. Второстепенная часть предложения. А главная, главная часть предложения. Это. Analytical geometry has been in use since the 17th century. Просто эта главная часть предложения разделена вставкой. Вот этой вставкой. Или второстепенной частью предложения. Я просто назвала это вставкой. Потому что эта часть вставлена в главное предложение. То есть подлежащее. Подлежащее отделено от сказуемого. Разделено. Разделено, да. Отделено. Вот этой вставкой. Вот так нужно смотреть на предложение. Нужно сначала. Сначала искать главное. Члены предложения. Главное нашли. Дальше. Определили основную часть предложения. Главную. Которая несет мысль. Самую главную. А это пояснительная часть предложения. Второстепенная. То есть она поясняет. Которая там и так далее. Все, что за пределами главного предложения, это уже второстепенная. То есть сначала разбираем вот эту часть. analytical geometry. Переводим ее. Has been in use since the 17th century. Отлично. Перевели. Аналитическая геометрия используется, да. Has been. Используется с 17-го столетия. Так, отлично. Теперь разрываем тоже главное предложение и вставляем вставку. Но прежде чем ее вставить, давайте ее тоже отдельно переведем. Так и начинаем. Прям с in which. В? В. В, да, in, да. теперь эти две части как тетрис вставляем аналогично так же как мы видим в английской версии и получается у нас следующая аналитическая геометрия в которой алгебраические идеи используются для описания геометрических объектов используется помним что аналитическая геометрия используется с 17 столетия вот таким образом происходит такой краткий разбор предложения это не для филологического факультета разбор потому что на филологическом факультете там все намного глубже и подробнее это просто для студентов каких-то других факультетов специальности не связанных с филологией и переводом просто бывает же задание нужно перевести и студент сидит смотрит на это закрывает учебник и домашнее задание не выполнено да ну и соответственно не состоялась тренировка тренировка не состоялась легкое предложение достаточно легкой есть более такие на первый взгляд и на первые на вторую тоже запутанные кажется что очень сложно но если разобраться в воздух вee структуре предложения разобраться где главная часть где подлежащие где сказуемо потом из чего составит главная часть предложения из чего с это 2 стир ponerica из предложения отдельно это все переводим как можем переводим своими там словами потом складываем это все вместе и получается результат довольно таки хороший желаю всем успехов до следующих встреч до свидания